Привет из Гамбии. И у нас следующий доклад про границы, локус-трекмэп и их тегирование. Итак, Sarah Hoffman, 20-минутный доклад. Пожалуйста, пожалуй. Этот доклад – это продолжение доклада 2018 года про адреса. Я делаю геокодер, на котором работает стака поиска на сайте OpenStreetMap. Есть два вида адресов. Первый – это почтовый адрес, то, что вы пишете на письме. Люди обычно знают, как выглядят почтовые адреса, они структурированы. И в ВОСМИ понятно, как их кортировать. У нас есть теги типа «house number street», их нужно обрабатывать, геокодировать. Проблема в том, что большинство мест в ВОСМИ у них нет адреса. Например, озеро. Для них нужно как-то описывать их местоположение. Описание обычно содержит название и описание того, что находится рядом. И так мы делаем базу геокодирования. Мы собираем все места и потом ищем, что может их описывать. И для отображения эти места нужно классифицировать. То есть нужно написать, что место находится в таком-то городе, в таком-то области. В Милане я рассказывал, какие объекты можно использовать. Типа административные границы. Границы хороши тем, что можно определить внутри или снаружи, что эти границы тут находятся. И у нас есть иерархия по значению admin level. Проблема в том, что admin level – это все числа, так что нам особо не описывают адреса. Точки населенных пунктов. Они имеют смысл для адресов, но описывают только центр. То есть непонятно, другое место находится внутри населенного пункта или снаружи, если он отмечен только точкой. Так что иерархия тоже непонятно, что находится внутри чего. Милане – это был больше такой теоретический разговор. Но в прошлом году я переделала обработку адресов номинациями и сегодня будет более практическая часть. Сегодня я покажу какие-то глобальные шаблоны и проблемные случаи. Потом покажу алгоритм адресов номинациями. И покажу, что иерархия означает для потребителей данных. Начнем с глобальных шаблонов. Все кажется, что ваша страна отличает от всех остальных, но вообще шаблоны есть какие-то. Города, то есть во всех странах есть большие и маленькие города, окраины и прочее. Есть загородные районы, где есть какие-то маленькие районы, маленькие городки и всякие деревни. Как это рисуют? Есть несколько стратегий. То есть можно просто увеличить, уменьшать значение админ-левел. Вот как распределяется значение админ-левел в городах, за их пределами и в метрополисах. Вот и мы так и мапим в OpenStreetMap. Мы пропускаем границ, которых не существует. И большие города могут получить админ-левел 4. А в Польше все не совсем так. В Польше они дублируют все границы на всех админ-левелах. То есть мы выбираем не минимальный админ-левел, а все админ-левелы. Вот они добавят разные иерархии. То есть за городом у нас за городом так, а в городе совсем по-другому. То есть мы тоже используем тоже соответствующие значения админ-левел. А чтобы разделять город и загород, мы добавляем теги place на границе. Ну и третья стратегия – игнорировать привет Москве на Славине. Мы видим вот граница админ-левел 4. Это штат Москва. И вот админ-левел 5. И вот у нас части города, но у нас нет админ-левела для самой Москвы. То есть у нас есть полигон place для Москвы, и у нас есть несоответствующие ему полигоны админ-левел 4 и 5. Объединяемые города. Например, города растут и решают объединиться, или деревни растут. Например, мой родной город Дрестон отлетен красной точкой. Все зеленые точки раньше были независимыми деревнями. Некоторые эти бывшие деревни, по ним видно, что это раньше были загородные дома. Вот, с церквями и с зелеными кусочками. Но вокруг них уже выстроились высотки, и никто особо не адресует эти места, как деревня. Еще сложнее, когда вы отходите от центра Дрездена. Вот, например, деревня Ландербрук, которая выглядит как деревня, окружена лесом и полями. Вот даже есть небольшой пруд, то есть вылит как деревня. Вот, но никто и не будет мапить как сабурб, если он выглядит как деревня, то скорее всего нужно тегировать как деревня. Вот, ну и с границами Дрездена тоже были деревни, но они тоже съедены ближайшими городами. Валерарсборф, с дворами, у нас уже и вместе с днем, и с днем, и сейчас они. Так что, то есть, что тут нужно узнать, что вы не можете сказать что-то про хирургие или проиблиоттуре, или проиблиоттуре, просто проиблиоттуре, и это нормально. Так что, мы находили столицу, которые были изденены в древесении, и у нас есть, которые были еще, которые были на других городах. Как днем натипе для нормы доминатем используют в ладрес компетации? Первое, что мы установим, нельзя использовать ни значение .place, ни административные уровни из OpenStreetMap. Номератив собирает пять окружающих границ или городов и распределяет по категориям. В соответствии с значением админ-левела Place присваивают категорию слева. Иногда эти соответствия настраиваются в зависимости от страны. Потом мы соединяем точки поясов и административные границы. Лучше всего работает, когда на точке и на границе один и тот же тег вики-дата. Также точка может быть в отношении граница с ролью label. Или на точке Place может быть такое же название и похожий уровень адресации. Ну и наконец, на отношении можно посмотреть значение тега Place. Ну и наконец, мы смещаем категории границ, сохраняя иерархию. Например, у нас есть две деревни, одна независимая, админ-левел 8, одна зависимая, админ-левел 9. И мы смещаем их категории. Если бы мы не учитывали иерархию, то обе деревни были бы городами в этом контексте. Но мы сохраняем иерархию, поэтому вторая деревня, которая внутри города стала пригородом. Теперь добавляем независимые точки Place. Итак, все ПЛЕЙСНОДы, которые не были в порядке, теперь нужно добавить. И есть два шага. Первое, есть фильтр. ПЛЕЙСНОДы должны быть в самую административную банды, как ПЛЕЙСНОДы, как ПЛЕЙСНОДы. ПЛЕЙСНОДы, которые могут быть в порядке. ПЛЕЙСНОДы, которые могут быть в порядке. Потом мы делаем то же самое, как мы делали раньше. И мы делаем то же самое, что мы делаем в порядке. Если мы находимся в порядке, то мы делаем то же самое административное банды, то мы просто shift это в порядке. Примерно здесь, как это не было в Лондоне, мы имеем в городе Лондон, который будет административной банды. И тогда мы имеем в городе, где находится в порядке. Смещение категорий работает только на один шаг. И нужно очень хорошо мачить границы с точками ПЛЕЙСНОДы. Так что, если вы не рисуете границы инвестиционных пунктов, лучше нарисуйте. Какие проблемы появляются? Соединенные Штаты. Почти всегда там проблемы, потому что там у них нет полного покрытия административными границами. на уровне ниже каунта. То есть у них нет границ городов, подтверждаем. Но почтовые службы решают это тем, что они определяют, так называемые, почтовые города, которые отвечают за территории. В Великобритании административные границы особо не имеют смысла, потому что они меняются постоянно. поскольку они все время меняются и не всегда используются, то люди особо не используют их для адресации. Три границы, которые выглядят слегка по-разному, и только некоторые из них используются. Так-то непонятно, какие из границ использовать. И в Вики это особо не задокументировано. И нарисованы по-английски тоже неконсистентно. Так что использовать их особо смысла нет. Если использовать точки place, то мы опять возвращаемся к проблеме городов-нутри городов. В Китае, например, решили раздавать значения тега place, так, чтобы карта рисовалась лучше. Во всех районах точки используют place city, хотя там нет столько больших городов. И они хотели, чтобы это было на ОСМ и МЭП. Наверное, можно ввести исключение в алгоритм, но вообще непонятно, стоит ли поощрять такую тегерию для рендерера. Так что программирование этого заняло больше времени, чем я ожидала. И данные оказались довольно сложны. В общем, пришлось каждый случай разрабатывать самостоятельно. Вики читать совершенно недостаточно. Нужно посчитать статистику, что где используется, делать это для каждой страны, читать про иерархии в каждой стране и понимать, что где происходит. Так что у меня появились такие наблюдения насчет роста OpenStreetMap и использования их данных. Вот у нас есть такой парадокс, что чем больше у нас данных, чем больше данных, тем меньше пользы. то есть у нас есть тенденция перехода от простым к сложенным объектам. то есть вот мы кемпинг нарисовали одной точкой, а потом мы перерисовали в целую площадь с туалетами, с местами до стоянки и так далее. Проблема в том, что у нас нет особо инструментов для работы с такими уровнями телевизации. Мы не можем оценить множество объектов, сложных объектов, как такой новый кемпинг. И отношения помимо мультиполегонов особо не используются. И смысл данных УСМ меняется. То есть мы хотели рисовать то, что релевантно, полезно людям, а теперь мы хотим сделать полную базу данных. То есть сначала мы объективные границы, мы хотели просто иметь линии на карте, понятные людям, вот типа границы стран. А потом мы начали получать данные правительств, вот и начали их импортировать. И теперь у нас есть полный справочник всех территорий определенных правительств. И это побуждает вопрос, а какие эти границы я вообще хочу рисовать на карте? И ловушка отзывов. Люди рисуют то, что хотят увидеть на карте. То есть такой пример. Пешеходная дорожка, highway footway. А потом люди решили рисовать тротуары. Для тротуаров люди использовали highway footway, потому что он отображался на карте. О, боже, это ужасно, потому что мы не хотим дисплеи на карте. Но для роутинг-класс важен этот тротуар или отдельная пешеходная дорожка. Так что мы добавили второй тег. И теперь проблема, что для правильной использования нужно знать про эту комбинацию. И, в общем, теперь пользователи данных должны строить свою базу метаданных. где учитывать правила карте для разных стран и разных тегов. То есть, чтобы понять, где какие теги используются, глобальные правила, локальные правила. Например, Amenity Cafe означает разные вещи в Германии и во Франции. Так что каждый пользователь данной должен провести свои исследования. И это такой очередной вход к закрытию данных OpenStreetMap. OSM не может использоваться напрямую. Людям нужно покупать заранее обработанные данные, чтобы данные OSM принесли какую-то пользу. Какой вывод? Нам нужно реально подумать про предположения баз данных. Нужно стандартизовать сложное картирование. Это сильно нам поможет в сложных обсуждениях вопросов картирования. Сложное картирование никуда не уйдет. Нам не нужны новые типы данных, не нужно менять модели данных. Но если мы стандартизуем картирование, уже будет сильно проще для потребителей данных. И если вы хотите уточнить какие-то вещи, заняться микромаппингом, подумайте, какие простые случаи из презентальных вы ломаете. Собственно, всё. Большое спасибо. Если вам интересно номинатием, зайдите на сайт Nominatium.org. Спасибо всем, кто поддержит этот проект, особенно OpenCache и Kamut. У меня очень много подоглав. Я еще не хочу поддержить этот проект, который получает на сайте Номинатием. У меня очень много будет поддержкой дешевых сетей. Это действительно очень важный проект в том, как открытый антибиотики. У меня было таких prompt в текущем продаже. Спасибо.